Давайте начнем немного с другого угла, подойду, поскольку я как представитель IT-индустрии и бизнеса, я могу точно со своей стороны сказать, что цифровая трансформация в социальной сфере сейчас идет полным ходом, и мы уже много сервисов наблюдаем, и на всех панелях слышим о запусках, уже об успехах, а не просто даже о стартах, поэтому здесь, как говорится, нет никаких сомнений. С точки зрения технологической компании мы, и мне кажется, на самом деле вся IT-индустрия здесь очень активно вовлекается, и по сути для нас просили топ-3, я, наверное, топ-2 точно назову, с точки зрения того, как мы вовлечены в этот процесс. Но, безусловно, первое, это мы активно участвуем, собственно, в создании этих технологий, этих самых социальных сервисов, и всячески их реализуем внутри нативной среды, где уже находятся пользователи. Мы все знаем, что во ВКонтакте, в социальной сети сейчас 100 миллионов юзеров каждый день заходят и потребляют какие-то услуги, общаются, заказывают справки и так далее. И очень правильно, очень релевантно все, что создается с точки зрения технологий, использования больших данных, искусственного интеллекта, социальных сервисов в том числе, делать это в нативной среде. Делать это там, в этом смысле моя речь очень созвучна коллегам из Минцифры, потому что делать это нужно там, где уже есть доступ к аудитории, делать это нужно клиентоцентрично, потому что все, что пользователь получает, он оценивает это в совокупности как хороший, комфортный пользовательский опыт он прошел, или ему было не здорово, неэффективно, не полезно. И вот первая ключевая мысль это то, что создавая технологии, нам нужно всегда держать в голове ту самую конечную цель, ради кого мы это делаем, какие потребности мы будем закрывать у пользователя, у гражданина, у человека, неважно. Вторая задача это информирование и освещение, потому что на самом деле душа болит, мы столько всего слышим о запусках, о различных возможностях, и, к сожалению, нет такой массовой коммуникации и массового оповещения, что сейчас эта услуга доступна, эту льготу можно заказать там, или еще какие-то изменения, новости. И социальная сеть, это, конечно же, эту задачу активно решает, поскольку соединяет вот тот самый сервис, ту самую услугу с конечным пользователем. Но я бы хотела еще остановиться на нескольких примерах, просто чтобы мы чуть-чуть были в контексте. Расскажу про два сервиса, которые мы запустили, как раз-таки то, о чем вы говорили. Это сервис госпаблики, официальная страница госучреждений, где все госучреждения зарегистрированы, а их сегодняшний день 182 тысячи, могут общаться и коммуницировать и взаимодействовать со своей аудиторией. На эти 172 тысячи государственных сообществ на сегодняшний день подписано более 100 миллионов пользователей. Если раньше в том году можно было в большей степени получать информацию, смотреть видео, новости, изменения и так далее, то в этом году мы запустили сервис, прямо не выходя из этого госпаблика, а точнее сообщества, можно заказать справку, можно записать ребенка в кружок или секцию, можно оплатить штраф за автомобиль и так далее. Все это как раз-таки очень лаконично проводит нас к тому самому качественному и комфортному пользовательскому опыту, о котором я говорила раньше. Второй пример – это наша коммуникационная платформа «Сверум». Она посвящена образовательной индустрии и создана для того, чтобы учителя, школьники, родители могли коммуницировать, отслеживать успеваемость, смотреть оценки, домашние задания и так далее. Этот сервис уже запущен, и не первый год. На сегодняшний день 10 миллионов пользователей уже активно в нем зарегистрированы, участвуют и потребляют там информацию. И, в общем-то, тем самым демонстрируя лишний раз, что вот та нативная среда, где пользователи уже существуют в большом объеме, мы говорим о десятках, о сотнях миллионов, там и правильно выстраивать вот эту коммуникацию. На самом деле я могу много примеров приводить про детскую безопасную почту. Да, осталась минута. Но последняя, как раз-таки эту минуту хочу посвятить важной теме клиентоцентричности. Сегодня уже на панели мы слышали это слово, но оно просто, на мой взгляд, очень важное, как со стороны бизнеса. Мы всегда внутри бизнеса ориентируемся на клиентоцентричный подход. Социальная сфера, мне кажется, тут очень укладывается в этот вообще уклад, потому что все, что мы делаем, все технологии, которые мы развиваем, они в конечном счете создаются для пользователя. И вот заранее предвосхечать, предусматривать, думать о том, что на выходе будет иметь наш человек, который будет льготу заказывать, или что угодно делать внутри социального сервиса, это прям ключевое. Если вы мне задали вопрос, на чем мы фокусируемся, я могу сказать, что как раз-таки клиентоцентричность – это одна из основных сфер, один из основных элементов, на которые мы все должны обращать внимание. Чтобы потом у нас были хорошие оценки, не 4,5, а пятерки, это вот как раз-таки об этом.